Возрождение традиционного духовного наследия российских мусульман обсудили сегодня в Доме дружбы. В пленарном заседании Международной научно-практической богословской конференции приняли участие ученые из Северного Кавказа, а также гости из регионов России и за рубежа. Как проходила конференция, расскажут наши коллеги. Традиционное чтение священного Корана и выступление почетных гостей конференции. Среди них в Рио главы Дагестана Владимир Васильев и муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Для Васильева это первое и самое крупное уже на посту руководителя Дагестана мероприятие с участием духовных лидеров Северного Кавказа. В этом зале присутствуют люди, которые в трудные времена сумели сохранить Дагестан и Россию. Говорил Васильев о том, что и как предстоит сделать и изменить в республике вместе с народом, подчеркнув, что Дагестан является примером для всех сохранений мира и стабильности. Дагестан это уникальная страна, уникальная республика, уникальная тем, что здесь большое количество народов, которые живут долгие годы. В мире показывают пример всем остальным, что можно говорить на разных языках, можно иметь свою культуру, но при этом оставаться единым, мощным народом, многонациональным. Этот народ пока единый, он непобедим. Диалог, встречи и конференции такого рода помогают решать общие проблемы современности, подчеркнул в своем выступлении муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Он также отметил, что в последнее время приходится часто обсуждать проблемы сохранения духовного наследия мусульман России. Формирование духовных традиций и культуры, нравственных норм системы воспитания, семейных традиций у всех народов вращающий роль играет в религиозные стояния. И надо отметить, что духовное наследие мусульманских богословов прошлых веков является главным богатством современных мусульман. Говорил муфти и о воспитании и ценностях подрастающего поколения. Подчеркнул, что сейчас молодежь больше подвержена рискам. В прежние времена, чтобы уберечь детей, достаточно было оградить их сценами своего дома. Сегодня же их мышление формирует социальные сети, и молодые люди нередко становятся жертвами псевдорелигиозного экстремизма и терроризма. Поэтому одной из главных задач, стоящих в Союзе перед обществом, представителями власти и религиозными лидерами является активное противодействие любым проявлениям экстремизма и терроризма в нашей стране. Парламентские и законодательные деятельности этнокомфессиональные вопросы занимают центральное место. Сегодня конфессиональным, национальным и культурным диалогам уделяется большое внимание на всех уровнях. В современном мире, когда глобализация подтачивает основы национальной идентичности народов, стирает их язык, культуру, когда словно раковая опухоль растет ксенофобия, исламофобия и другие фобии, тема религиозной идентичности, укрепление межкультурного и межконфессионального диалога звучит особенно остро и востребованно. Тему сохранения идентичности ценностей религиозных, гражданских и культурных затронул в своем выступлении глава Духовного собрания «Мусульман России» Альбер Хазрат Кырганов. Председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Бердиев после своего доклада передал Муфтью Дагестана шейху Ахмаду Афанди орден за вклад в сохранение мира и стабильности на Кавказе и заслуги перед умой мусульман для передачи его семье Саида Афанди Аль-Чиркави. Для участников такого рода мероприятия являются площадка, диалог и обмена опытом, что немаловажно именно для ученых-богословов. Сегодня очень важно в исламское возрождение направлять русло наших традиционных ценностей. И вот задача нашей международной конференции в этом и заключается. Во-первых, мы должны сами еще понять, что такое наше богословское наследие. Мы очень плохо знаем, мы очень много говорим, наше наследие многоковое. А что конкретно, какие вот труды написаны авторы, то есть плохо представляем. Конференция завершилась выступлениями руководителей восьми секций, которые проходили в течение дня и принятием обращения к мусульманам России.